Всем привет! Утро, воскресенье, 7 число. Мы приехали на соревнования по поплавку. Собрали оршанские ребята мероприятие такое на красивом водоемчике. Вот такой вот водоем. Но здесь ловится только карась. Самое что интересное. Сейчас пройдет жеребьевка, распределятся зоны и пойдем ловить. Здесь три часа тур. Погода сегодня, на удивление, шикарная. Обещают жару. Небо вообще безоблачное. Ветра практически нет. Ну и сильного не должно быть. Посмотрим, как будет. Сейчас там проблемы, конечно. Люди приезжали, заняли места в зонах. Сейчас организаторы решают этот вопрос. Поэтому будем ждать жеребьевки и старта соревнований. Там уже увидимся. Идет начало сумбурной подготовки. Организаторы не учли, что это воскресенье. Приедет много народу на рыбалку. Места они вроде бы разметили, но народу пофиг. Они посели на места и уходить, естественно, никто не хотел. Сейчас они в скором порядке, по-быстрому посадили плотно, один к одному всех людей. И сейчас, наверное, будет старт соревнований. Но это, конечно, не точно. Хотелось бы, чтобы это точнее было. Короче, пока начало провальное. Клюет тут, в принципе, один-ка раз. Сейчас поставлю поводочек чуть толще. Изначально не знаю, как и что ловить. Времени на расстановку не было ничего. Расложил пока одну удочку. Не знаю, дальний заброс, есть ли смысл раскладывать. Если с клевом совсем будет туго, тогда уже будем раскладывать. Ну, либо совсем туго, тогда будем утончаться. Тоньше поводок ставить и все остальное. Сейчас пока готовимся. В принципе, я первый раз так быстро раскладываюсь. Буквально за 5-7 минут. Хорошо прикормку дома, все подготовил. Сейчас вот начнем с мотылика, как обычно. Ждем, в принципе, старта. Начался вот боковой ветерок. Встречно-боковой так в лицо будет, скорее всего, тянуть поплавочек. Ну, я думаю, это не сильно страшно. Это еще может даже и лучше активировать немножко поклевки. Все, ждем старта. Должны дать такой гудок красивый. Ну, по крайней мере, гудели красиво, а не изначально. И 3 часа соревнований. Будем пробовать. Стартанули уже. Я уже несколько штучек поймал. Несколько вот таких. Вообще, пару карасиков. О, опять приподняла. Вот такой вот карасик здесь поклевывает. Вот такой вот. Говорят, что здесь это стандарт. Сейчас он ника зацепила. Вон офигенного карася. Под берегом самым. Это да, нормально так. Ну, если такой клев будет, то интересно, конечно, ловить. Карасик гуляет поверху. Карасика тут много. Очень. Это радует обилием. И здесь получается глубина, вот как-то здесь, именно в этом месте, идет сразу от берега. О, повело на дно. Вот он. Оба-на. Карасик. Хороший карасик. Блин, пуха начинается много. Ух, начинается. Это уже хуже. Налипает на крючок, на леску. Но сейчас вот ветром его вот в берегу сбило. Вот, чуть не добросил. Ветер подул сейчас. Попробуем, что-то ближе к берегу. О, приподнял. Вот, и стоит. И здесь, под бережком. Хороший такой карасик. Немаленький. Ух ты, блин, не промахнулся. Садок. О, блин, разброс пошел. Сейчас еще влево забросил. Ну, стартовый закорм я положил, в принципе, точечно. Хорошо. Разброс идет в разные стороны из-за ветра по забросу. Вот он, вот, хороший карасик. Уже тебя не зацепилось. Хороший карасик. Эх, ты, стой, стой. Туда иди. Ну, чуть-чуть не добросил. Вот, приподняла. Вот, такой неплохой. Красик-то. Ладошечный. Блин, только что пособирал всю эту. Налески. Вот, еще хороший забросик. Вот, еще карасик. Вот он. Хороший такой уже, пожирнее. Там, походу, подошли нормальные карасики. Вот, еще покрёвочка. Поглотил. Глубоко, довольно-таки. Это пила. Вот, приподняла сразу. Блин, забросил. Здесь не в точку. Хоть в сторону. Посмотрим. Может, она в стороне стоит. Ох, ух ты, блин. Что-то хорошее подсело. Ну, такой уже карась. Сразу начал водить, как будто вообще взрослый. Вот, сейчас туда правее, сейчас левее. Короче, разброс идет нормальный по сторонам. Ну, главное, чтобы клевало. Вроде бы и там, и там клевало. Лягушки поют так. Фу. Когда они так пвело, видно, непонятно. Да, была рыбка. Вот, еще карасик. Вот такие приятные. Карасики по размеру, спортивные. Не надо брать под саком. Интересные. Интересные. Очень. Ну, поклевки очень нежные вообще такие. Блин. Еле заметные. Хоть и поплавок огружен хорошо, но реально поклевки еле заметные. Стой, 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 карась. Тебя я уже не упущу второй раз. Вот. Что притопило. Вот такой, шершавый. Забросил опять четко прикормленную точку. Вот он. Поклевки, блин, вообще такие по одному миллиметру опускается поплавок. Где бы большого какого-нибудь. А? Хоть бы большого какого-нибудь. Граммчик такой. Один стандарт идет. Ну, главное он идет. Тут самое главное чтобы он шел. а большой это уже бонус как повезет. Это если зачет принималось только от ста или там трехсот двухсот грамм тогда другое дело. А так тут же зачет по весу и проще по-быстрому поймать десять по сорок чем ждать одного начи... Ай-яй-яй сорвался. Уже прошел где-то наверное больше часа соревнований. Вот еще один. Это 11.15 11.15 а начали мы где-то в 9.40 да? 9.40 10.40 Да полтора часа половина соревнований прошла. Пока организатор приходил говорил ловят не все клюет не у всех с клевом пока непонятки не уйдет слету взял даже не дал опуститься по плавку стать сейчас было минуток 4-5 поклевочек практически не было несколько рыбок подряд поймал интересно карасика много некрупного но клюет конечно не у всех надо было поплавок с желтой антенкой поставить потому что повело в сторону что-то идет как-то тяжело но такой чуть-чуть покрупнее а то на темном фоне красные как-то печально выглядит антенка тем более с этими аккуратными поклевками очень аккуратными сейчас с грузилами поиграл немножко сразу сдвинул вниз чтоб меньше путались но поклевок прекратились потом опять поднял вверх оно видно вот на плавном падении она вот еще поклевочка на плавном падении добирает вот тоже так что-то оклевало но не до конца интересно конечно с этими манипуляциями и нету такого карасик на месте там стоит возьмет в рот и то есть чуть-чуть притопил вот так вот так вот как в детстве карасики таких было раньше на каждом болоте сейчас даже таких не на каждом болоте встретишь карай стал чуть ли не заветной целью пух еще этот не дает покоя у меня леска основная тонкая поэтому меня пух так сильно не задевает не знаю не исседает ну плюс удочка постоянно в руках его сейчас немного к берегу подбило но вон там и вторая волна его очень много плавает прикопило да вот он карасик этот помельче чуть-чуть вешаю по два мотылика в принципе пробовал ну либо одного крупного пробовал сразу с один как-то не особо вот два хорошо и забирает хорошо в принципе и он падает более плавно естественно и это карасику походу очень нравится опять притопило карандаши и таки вот малыши карандаши по его сторону одевая что-нибудь сейчас сильно не разденешься в эту жару жара пришла к нам в Беларусь не шуточная по крайней мере для нас для нашего климата это такая серьезная тридцатка у нас еще влажность большая поэтому тяжело переносится притопил вообще такие нежные поклевки вот этот такой посолиднее уже покрупнее приятный приятный заброс как раз попал в точку за корма вот повел хорошо вот сейчас я видел как он четко в сторону повел хороший тоже карасик за нижнюю губу вот поклевочка была хорошая на притоп как всегда что-то забудешь обязательно это полотенце приходится штаны использовать как полотенце вода какая теплая Вода вообще, парное, молоко. Время близится к финалу, рыбка уже стала клевать осторожно, неохотно. Чуть-чуть приподнял, а чуть увидел. Елки-палки сорвался под самым бережком. Обидно, досадно. Десять минут это теоретически до десяти рыбок. Ну, может быть. Мамку? Мамку? Её шляпки вообще растут. Ну, как же ты разела, конечно. Нельзя тебе давать слабину. Где-то в двадцать минут, да? В два двадцать? Да. Ух ты! Вот это нормально сел. Карась, только не сорвись. Ух ты, какой классный да? Ну, заглотил глубоко. Дай эту фигню. Дай эту фигню. Экстрактор быстрее. Ну что, финишный сигнал. Всё. Завершаем ловлю. Ну что, в кульминационный момент взвешивания. Вот, как нам держать на двенадцать. Ну вот, закончились соревнования. Мы занесли вещи в машину. По весу у меня было где-то два триста двадцать, что-то такое. Ну, вроде по предварительным результатам это пока вторым я шёл. Сейчас пойдём, будем на месте там подводить итоги. Сейчас организаторы будут. И узнаем результат. Всё, ждём результата. Вот такие рыболовы-шпортмены. Третье место, сто двадцать грамм. Илья Егорович. Второе место, сто сорок грамм. Илья Егорович. Второе место, сто сорок грамм. Илья Егорович. АПЛОДИСМЕНТЫ Где граммы-то забирать? Боишься? Я больше, чем один Поздравляю, Саня! Спасибо! Шестое место, 970 грамм Слепнев Дмитрий Иванович Пятое место, 1165 грамм Мамонтов Александр Михайлович Четвертое место, 1170 грамм Роман Александрович Ромков Все нормально Третье место, результат 1260 грамм Менчуков Владимир Васильевич Второе место, вес 2,380 грамм Табунов Петр Петрович На, давай, молодец! Не продуваемый больше, хороший Хороших товаров Мотыль гневой, так и что? Кепки, кепки не раздай Акара Тут колмик от Акара Сейчас с Акарой будешь ходить Нам без разницы, с кем ходить Третий Менчуков Владимир Васильевич Подойдите еще, заберите Круто! Обделили тебя сразу Ну, теперь прикормочек Катушечка новая Как ты и хотела, Нико, катушечку Так, и первое место, весом 2,835 грамм Александр Михайлович Александр Михайлович Выделил даже вот такую полку Лера М Круто! Наконец-то появилась кепочка Если вы увидите в следующих роликах другую кепку То знайте, я ее выиграл Никак по-другому Завершилось награждение, все быстро прошло В принципе, немножко села батарейка в камере Запасная была в машине Но вот сейчас решил подвести итог Всем соревнованиям В принципе, было неплохо Если бы немножко организаторы постарались Учесть тот фактор Что это выходной, люди будут ехать на отдых Могли бы немножко заранее приехать И забронировать места Попросить людей, чтоб не садились Потому что будут проводиться соревнования А так в форс-мажорных ситуациях Начали быстренько уплотняться Садить рядом Ну, были определенные неудобства Ну, самое главное, рыбка клевала Ушли все от нуля Это самое главное Юниоры хорошо отловились Вот маленький мальчик больше килограмма поймал По своему результату тоже неплохо Много очень срывов было За крючка, конечно Неправильно подобранного Ну, как есть, второе место занял С весом 2,380 В принципе, неплохой результат Всем спасибо, кто смотрел Не забывайте подписываться Все, всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok